Мечеть Рабата Абдуллахана Мечеть была построена в остатках другой мечети, которая также была в этой местности. И по сообщениям археологов, первый пласт сооружений под этой мечетью относится к X-XII векам. Как раз таки в этот период ислам становится государственной религией, карханитском государстве. И после этого, вплоть до сегодняшнего дня, здесь такое место духовной общины Кыргызстана. В советское время, в рамках антирелигиозной политики, мечеть утрачивает свое функциональное назначение и был использован городскими службами на различные хозяйственные нужды. После XVI года мечеть полностью был передан на баланс Ожского краеведческого музея. И в XVI году экспозиция музея располагается в здании этого мечети. В 70-е годы был построен рядом соседнее здание, где сейчас находится Ожский областной музей изобразительных искусств. В 1989-90-х годах здесь производили реставрацию, после окончания которой местные жители попросили вернуть мечеть для совершения молитвы. Второй этап реконструкции проходил в 2000 году перед празднованием трехтысячелетия города Ож. По сообщениям историков, в начале XX века в городе Ож было расположено около 200 мечетей, из которых на сегодняшний день мы можем только показать считанное количество. Мечеть Рабата Абдуллахана – один из таких исторических памятников. Он очень интересен для зарубежных туристов, которые сегодня приезжают к нам в Кыргызстан, чтобы посмотреть вот такую древнюю архитектуру. В целом на территории Кыргызстана памятников архитектуры не так много, как, например, в соседнем Узбекистане, и поэтому нашему государству нужно предлагать больше усилий для того, чтобы сохранить это уникальное наследие. То, что мечеть в свое время, когда был построен, здесь был целый комплекс, здесь, почему он называется Рабата, это как бы крепостное сооружение, оно включало в себя не только как бы мечеть, медресе, где местные жители могли получать религиозное образование. Здесь также располагался караван-сарай, куда приезжали купцы и торговцы. В целом, если говорить о расположении мечети, она находится у подножия Сулайман, то также по сообщениям историков известно, что прилегающая улица здесь проживала в большом количестве ремесленники, мастера, которые производили различную продукцию. И поэтому, когда праздновали трехтысячелетие города Ож, была выдвинута инициатива воссоздать эту улицу ремесленников. И улица, которая раньше называлась улица Алибастрова, была переименована улицей Колонерчулер. Идея воссоздания улиц ремесленников, на мой взгляд, это просто отличный шанс для города Ож еще в большей степени развивать туризм, потому что туристы, которые приезжают в Кыргызстан, в частности в город Ож, возможно, в некоторой степени не удовлетворяются и какие-то визуальные потребности. Им хочется посмотреть, потрогать, почувствовать колорит древнего города Ож. И поэтому, если все будет представлено, как было в средние века, то, мне кажется, это будет такой отличной возможностью перетягивать туристов именно в наш город Ож. Субтитры создавал DimaTorzok